Здравствуйте дорогие друзья заканчивается неделя мы почти ничего не успели поговорить о заповедях этой недельной главе их 70 ну давайте быстренько если построишь себе новый дом сделай перила на крыше насколько это заповедь актуально наше время древности строили плоские крыши для них хозяйстве нужны там все такое сейчас во многих домах вообще все живем много квартирных там многоэтажных домах так что вот насколько это важно дело в том что кроме того чтобы да еще там есть нюанс когда если построить себе новый дом то сделай перил почему новый старым не надо и вот дело в том что дом в еврейской традиции это не всегда просто жилище дом это иногда храм его называют бэйт мигдаш дом собрания это бэйт несет там синагога дом учения бэйт мидраж так далее иногда новый дом это любое начинание в нашей жизни и самый простой пример строительства это создание семьи тем более что слово дом еврейской традиции имеет такое же значение как семья или жена вот начинается но как всегда когда особый этап жизни особенно молодых людей они совместными усилиями должны строить новый дом возводить новое здание и здесь неизбежно возникают всякие проблемы и так далее испытания для преодоления этого необходимы дополнительные силы и этот новый дом который муж уже настроит он нуждается в ограде и в перилах и каждый раз когда мы в семье или где-то какое-то новое дело то обязательно надо сделать перила не дать сбить себя с толку еще одно еще одна заповедь смотрите забывчивость это обычно безответственность неудачливость но на этой неделе мы узнаем об удивительной митве единственные заповеди торы предназначены только для забывчивых вот когда будет жать жатву на поле твое мы забудешь с ног не возвращайся взять его пришельца сиротели вдове пусть благословит тебя бог что ты так сделал то есть земледелец который собрал урожай с поля и забыл на нем зерно или фрукты не должен возвращаться забирать их чтобы оставить что-то бедным и он выполняет оказывается такую заповедь но вот странная вещь забывчивость безответственность становится привилегией и тут возникает вопрос что значит эта заповедь куть ценность имеет действие которое совершенно случайно вот на чеку что-то сделал не так там случайно там сбил кого-то не дай бог или еще должен получить наказание я потому что отсутствие намерения это своего рода бездействие и как можно удостоиться митвиза бездействия говорит раше если у человека из рук выпала монета а бедняк ее нашел и кормится этим то человек получает благословение за то и за это свое действие как бы отводить благотворительность странно правда спрашивается как можно благословить действие совершенное невольно никто не просил потерявшего хочет ли он пожертвовать на благотворительность любавический ребер сказал что забывчивость открывает глубину намерения человека которая передает нам великое послание то чего мы хотим и чего сами даже не знаем зигмунд фрейд отец психоанализа утверждал что сознательная часть верхушка асберга а там внутри намного больше мощный мир который работает постоянно в нем наши стремления страсти желания не заблокированы сознательной частью сознания и вот здесь тора опередила фрейда она говорит забывчивость выражает глубокое желание за пределами сознательного человека существует целый мир желаний и в этом желании он хочет исполнять заповеди он хочет делиться с бедными но иногда вот знаете камень на сердце мешает доброе дело совершенное не преднамеренно достойно награды заповедь забывчивость демонстрирует что человек обязательно хочет использовать исполнить божественную волю и заповедь работает на него и так эта концепция имеет огромные последствия во-первых для нас самих у каждого человека есть моменты когда желание всякую чеку стал не имеет сил там молиться или что-то делать него финансовые трудности нет желания заниматься благотворительностью вот тогда злое начало желает увидеть его что нельзя так ты ты не можешь лучше не делай молиться нет сил них не молись и так далее но тоже рассказывает нам такое послание не беспокойтесь из-за отсутствия желания связь заповеди у меня гораздо больше чем то или иное настроение если человек хочет соблюдать заповеди подсознательно где-то внутри то чтобы он не сделал хорошего это заслуга знаете когда к любовью пришел человек говорит ой я вот помогаю людям но я вот так вот у меня самомнение возникает ну слушай но они едят настоящую еду во всем этом послание для нас мы находимся сейчас в луле когда для нас открывается возможность приблизить еще и наших друзей какую-то нашу семью какой-то празднику к атмосфере традиции пригласить на трапезу кого-то мы не должны беспокоиться что это одноразовое действие заповедь есть заповедь поэтому делайте заповеди набирайте эти бриллианты и все будет хорошо шаббат шалом бархава от слаха